Меня французенка назвала мужиком, я мужик, точнее, je suis mizik Добрый день, здравствуйте, я сразу, да, ну я, да, с места в карьер, да, поздороваться Видите, каким я сегодня красивый, можно банки грабить, да, но поскольку мы идем, в общем-то, там, где много всяких драгоценностей, то вполне Коллега моя замечательная, La Francaise, у нас тут родилась даже идея одна, может, мы потом реализуем экскурсию на французском языке с субтитрами Ну, представься, пожалуйста Меня зовут Жаклин, я экскурсоват в музее Фаберже, в том числе, сегодня в таком амплуа Да, но мы находимся, на самом деле, в особняке Нарышкиных-Шуваловых, он имеет двойное название, это набежная реки Фонтанки Напротив библиотека, где у меня в свое время украли велосипед, сейчас я пристегнул еще один, надеюсь, этот не украдут Разломали прямо водосточную трубу, я прицепил цепи посреди бела дня, я сидел в газетном отделе Да, значит, ну, собственно, что, я не буду тянуть одеял на себя Тебе купают карты в руки, да, расскажи про это совершенно потрясающее ефимовское творение Ну, я скажу пару слов, музей Фаберже, это то, что мы сегодня увидим В музее обладатель самой крупной коллекции изделий фирмы Карла Фаберже, имя самое известное в ювелирном мире Собрание музея частное, курируется некоммерческая организация «Связь времен», музей у нас частный, на этом уже делает свой акцент Как некогда гости Шуваловского дворца, да, дворец имеет двойное название, ну, сокращенно просто Шуваловский дворец по фамилии, последний владельцев Как некогда гости этого дворца мы имеем сегодня возможность подняться по парадной лестнице Здесь когда-то же был проезд, на самом деле, и вот на месте этого проезда архитектор Ефимов построил вот эту лестницу Я буду употреблять свое любимое слово потрясающую, потрясающую, манифике Манифике, да, на потолке львы, стражи дворца, которые храняют этот дворец и сегодня Конечно, судьба у дворца сложная и многогранная, но благодаря сегодня мы имеем возможность видеть именно такой вид, сказать, в эклектике В эклектике это середина века 19-го Мне Жаклин как раз рассказал, что иногда очень сложно с французского на русский переключаться, поэтому вы не обращаете внимания Львы, на самом деле, это отсылка к гербам, к гербу Нарышкиных Собственно, это не единственные львы, которые мы здесь увидим Да, герардических знаков здесь много Один из самых известных Нарышкиных был председателем Ордена Рогоносцев, как его называли, по легенде Да, 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 Александр Первый назначил его, есть прекрасный напиток, который я очень люблю употреблять в холодное время Егермейстер, вот его егермейстером назначили, Александр Первый сказал, ну раз я ему наставил рога, то пусть он, собственно, оленями их заведует И стал он эгермейстером Аполлон Бельведерский Да, поднявшись по парадной лестнице дворца, мы попадаем в первый зал, не в первый зал парадной анфилады, сначала мы попадаем в библиотеку, бывшую библиотеку Шуваловых Рыцарский зал Почему рыцарские? Название объясняется благодаря лепному фрезу, декорирующим стены Здесь запечатлены сюжеты, средневековый рыцарский турнир и награждение победителя Сейчас видно, что ведутся реставрационные работы, в данный момент отсутствуют картины Да, здесь подразумевалась, естественно, разведская картина Да, на тему жизни из русской гвардии, а в витринах представлены подарки, полковое серебро, подарки офицерам русской гвардии за военные службы, военные победы Вот я понимаю, вот нормальная кружечка, да, из этого можно и чаек, и кофеек, и, как говорит мой, давайте передадим привет моему приятелю Сереже Яроляну за то, что мне привитя из Москвы Крепыша, куда можно налить Ну да, Крепыша тут, собственно, как в петровских традициях, как наказание, выпить целиком, да, вот Подарки государственные, обязательно государственная символика, двуглава орел, со своими атрибутами Вот я всегда поражаюсь функционалу этих вещей, вот вы сейчас вот в такой будете суп наливать, да, это вот когда в другом особняке нашли, соответственно, клад серебряный У нас известная история, там, между Кирочной и Таврической И там, соответственно, были, например, такие серебряные, большие щётки до чистки портьер Ну, без этого же сейчас никак Ну, ювелирное искусство и есть, предметы, пища, удовольствие для глаз и для ума Нужно, в первую очередь, угадать ещё, для чего был тот или иной предмет Вот эти два предмета называются тирины, опять-таки, с французского слова, тирин Вообще, это супница Подарки офицерам пажицкого корпуса, да, вот по моде того времени, это ещё век XVIII, рака или картуши, завитки Принадлежности военным офицерам, вот указывают военные регалии на крышках В общем, если вы в борщ таких не подаёте, не приглашайте меня в гости А вот здесь, подождите, вот такой предмет номер десять, вот это уже чарка Да, в виде кивера, головного офицерского убора, видно, что если взять за ручку наполнить Чем-нибудь таким крепышом, тут уже её не поставить, нужно всё выпить до дна Да, в этом-то и фокус Работе Фаберже, вот это уже так, как в музее находятся изделия, выполненные разными фирмами Работе Фаберже относится этот презентационный ковш, как вы думаете, для чего он, собственно, понятно Мне кажется, это в день ВДВ нужно после того, как искупался в фонтане, вот здесь уже охлаждаться На самом деле, да, идея вполне креативно интересная, да Тоже это презентационный ковш, его наполняли кулатым льдом для того, чтобы охлаждать бутылки А вокруг чарки с именными гравировками офицеров Коронет Аболенский налить вина С такими чарками сохранилась шутка Выпил ведро вина, ни капли не опьянил Не солгав, можно было сказать про эти чарки Что касается ковша, здесь на дне быложен герб рода Аболенских Это подарок князя Аболенского офицерам, кавалергарского полка, шефам которого он был Именно такое изображение двуглавого орла Ну да, если вы посмотрите на их эти каски Да, как карды Из библиотеки мы попадаем в первый зал парадной амфилады Красную гостиную Красная гостиная, также эту гостиную называют Нарышкинской На сводах потолка сохранились гербы Нарышкиных, вторые владельцы дворца От подлинной отделки здесь сохранились и двери из тонированного ореха Зеркала большого формата и камин из красного мрамора Гриотто, французский мрамор Здесь уже серебро не офицерское, а столовое Здесь можно провести какую-то аналогию Ну если Нарышкинская, даже такой термин, если Нарышкинская барокко Там все больше барокко, здесь самые разные предметы В этой витрине императорские подарки Еще один презентационный ковш Это подарок Николая II князю Льву Голицыну За высокие достижения в развитии виноделия Шампанское Льву Голицыну сегодня производится Хоть это не то шампанское, но имя сохранилось Здесь, если выбрать определенный ракурс, фигуры орлов сольются И можно увидеть двуглаву орла, символ Российской империи Подарок императорский Ну, в принципе, те, кто в Крыму бывают, но светят Вот там тропа Голицына Вот это вот все Да, вот, да, за высокие достижения Еще один подарок Вот эта кружка серебряная Она украшена портретами российских императоров и императриц От Петра I до Александра III Каждый портрет выгравен на настоящей монете Ну, сюда уже не крепишь, мне кажется Ну, сюда уже, да Больше такое, да, декоративное значение Карл Фаберже был, однако, вошел в историю не только талантливый ювелир Но и очень, если говорить современным языком, очень громадный топ-менеджер Основной доход компании приносили не императорские заказы И далеко не пасхальные шедевры, которые мы с вами позже увидим Основной доход компании – работа на рынок Серийное массовое производство Как, например, в этой витрине – чайно-кофейный сервиз В стиле Людовика XVI с элементами классицизма Вот видите, там специально, чтобы подогревать Это буй-йод от французского А буй-йод кипятить Вот напихали вы в наш язык ваших слов Ну, буй-йод, да, ну, хорошо я вам скажу слово русское – сухарница Сухарница? Да, вот, полоскательница куда выливать Для сухарницы Для полоскательницы Да, в овальных картушах, видите, вот так вот, будучи клиентом Фаберже Вот, допустим, ваши инициалы Были бы неплохо, либо фамильный герб, да, да, тоже интересно Здесь уже Карл Фаберже работал в самых разных стилях Уже неорусский стиль, отмеченный влиянием модерна Ковш фантазийный, от карандашницы Иван Калита Ну, на самом деле, немного названий Иван Калита, связан с легендой Бывали Калите, который был настолько жаден, что носил с собой мешочек золота И вот, как бы, обыграна его здесь такая идея жадности Это одна из версий, другая версия Да, это одна из версий, да О другом, противоположном говорить, на самом деле Что он из этого кошеля раздавал, как раз Вот видите, какая интересная эта история Версия, да, много Версия 2.0 Это московская фирма Сазиков Вот здесь такое использование, так сказать, древнерусских орнаментов И таких мотивов письменности В круглых медальонах можно прочитать, попробовать древнерусскую вязь Великий князь Константин Николаевич Нет, это без меня, пожалуйста На ручках, обратите внимание, чайник Константин Николаевич Константин Николаевич, сын, это подарок князю на свадьбу 1848 год Да, с его Александра Иосифовна Да, подарок императора Но у меня есть лекция, можете посмотреть, как Александра Иосифовна Спиритизм дома романов, как называется Она была чемпионкой по этому делу Здесь интересная еще деталь, хочу обратить ваше внимание Вот на ручках белые костяные вставочки Да Так как изделие серебряное, позолоченное, чтобы ручка не перегревалась Все продумано до мелочей, середина 19 века Прихватки тут нет нужны Сердце нашего музея, центральный зал парадной амфилады, синяя гостиная Здесь уже от подлинной отделки испанской живопись на потолке Люстра, бронзовое золочение, сусальное золото, камин В этом зале самая крупная частная коллекция в мире императорских пасхальных шедевров А что, уехала курочка, да? Да, у курочка сейчас в Лондоне Курочка уехала Курочка уехала куда? Я так и люблю Лондон из КПТ Да, вот таким образом С курочки началось самое первое пасхальное яйцо Повторение французской работы Яйца-подарка, который находился в коллекции датских монархов Подарок императрице Марии Фёдоровне Датской преждеце Дагмарчан Так подарок понравился Отсюда традиции появилось Каждый год, каждую весну Карл Фаберже готовил к Пасхе Подарок супруге императора Последнее яйцо, подаренное Александром Третьим Марии Фёдоровне Яйцо Ренессанс Название художественного стиля В котором выдержано Это произведение, это шкатулка Она вырезана из смолочного агата Украшенным маскаронами, рубинами, алмазами Доподлинно неизвестно, что было внутри Ряд исследователей полагает, что внутри находилось яйцо Воскресенье Христово, стоящее рядом Ну да, оно типа туда идеально залезает, помещается Да, ну опять-таки это гипотеза Потому что большая часть архива была уничтожена после революции На крышке сохранилась На крышке мы видим алмазами Именно алмазами по-русски принято говорить Потому что здесь огранка роза Год создания шедевра Это 1994 год Последний подарок Александра Третьего В этом году он скоропостижно умирает Но его сын Николай II Традицию каждую весну Заказывать пасхальные шедевры Сохраняет и Николай II Дарит два подарка уже Своей супруге и своей матери Яйцо-бутон розы Своеобразное признание в любви Николая II Своей молодой супруге Символами любви здесь Является красный Алый цвет Стрела амура Венец Символизирующий супружескую верность Внутри бутон чайной розы Этот цветок высоко ценился в Дармштадте Кнопочка бутона Цветочек открывается Внутри находилась бриллиантовая корона А в короне был спрятан рубиновый кулон в виде яйца К сожалению, эти сюрпризы утрачены А в яйце иголка? Если эту иголку преломить, то... Идея подарков, что это всегда был сюрприз Каким будет яйцо не знал даже сам император А здесь сюрприз другого Потерянного яйца Подарок уже императрице-матери Рамка-трилистник Это акварельная живопись Фотография существовала, но здесь только живопись Акварельные краски по установой кости Видите, еще пока одно дитятя Да Никто не знал, что их будет четыре Все они будут девушками Да, история Темой пасхальных шедевров были не только семейцы Это та самая карета Екатерины Второй, да? Та самая карета в миниатюре Что настолько точно здесь мастер передал Мельчайшие детали, что реставрация большой кареты Производилась по этой миниатюре Это уже 2002 год Молодой мастер Георг Штайн трудился 15 месяцев По 16 часов в день без перерыва Даже вовремя не успели к Пасхе Да, вот здесь даже Стекла вырезаны из горстного хрусталя Видно даже гравировку штора Внутри настоящий салон с подушками На потолке сохранился крючок Куда подвешивался изумрудный кулон В виде яйца, но не утрачено Это вам не модельки из ГДР Советского мальчика Да, 23 года парню Вот насколько он гениальный А вот это как раз модерн Да, это ландыш Воплощение вкусов императрицы Александры Федоровны Любимый ее стиль Модерн Йоген стиль Молодой стиль, который она любила Флоральные мотивы Сюрпризом здесь является появляющийся Вот такое потрясающее выражение Флоральные мотивы Флоральные мотивы, да Каждая жемчужинка здесь Покрыта алмазами Что создаёт эффект мерцающей росы Здесь вот жемчужинка Которая отличается от других Вот с этой стороны она на ножке Которочка механизма, механизм исправен сегодня Если повернуть Портреты соберутся вместе Опустятся в туловые яйца Здесь уже Ольга и Татьяна Каждый год ведь надо удивлять То есть задача Карла Фаберже Удивить дважды Подарок матери и супруге Или супруге матери Им нужно было учесть вкусы Каждой из императриц Если для Александры Федоровны В молодом стиле юген стиль То для императрицы матери уже Подарок в духе прошлого выдержан Форма этого подарка напоминает вазу-треножник Такая вот, я не скажу апелляция Мотив французских ваз Конца 17 века Сюрпризом здесь является Часовой механизм, что это часы Каждый подарок с секретом И обязательно символика Тогда понимали язык аллегорий То есть каждый час Как кукушка появлялся петушок Он хлопал крылышками, кукарекал Петушок золотой, покрыт настоящими перьями 1900 год, Пасха Петух символ утра А здесь петушок на пасхальном подарке Предвещает 20 век Еще петух символ Франции Да, но здесь уже Нет, тематика Конечно, да Ну там легко экспортить, да, конечно И клуба Тоттенхем Яйцо 15-летия царствования Николая II Сюрприз бывало так, что сюрприз в том, что Сюрприза никакого нет Это яйцо никак не открывается Ничего внутри не содержит Сюрприз под названием облом Ну и так Если так сказать Живопись, акварельные краски, послуновые кости Художник Василий Зуев писал кисточками тоньше человеческого волоса Здесь уже полный состав императорской фамилии И самые важные события, которые произошли за 15 лет Вот здесь Первая Государственная Дума в Зимненгарце Первая мирная конференция в Гаге Ну это делегация Государственная Дума в Зимненгарце Да, делегация Дума-то была в Таврическом А здесь, да, они пришли Да, принятие первой делегации Миниатюры покрыты пластиной с горного хрусталя Да, ну конечно мы Кинем взором сам зал Синяя гостиная Центральный зал парадной Минфилады Механизм открывалась Птичка пела Любовь Марии Креста Цесаревич Медалей На Георгиевской ленте Сюрпризом Сюрпризом здесь являются Змея, конечно, здесь пласты Потрясающе В этом году Была принята Мария Федоровна И тогда ей был сделан заказ Здесь два изящнейших браслета Это заказ Нобелей Братьев Нобелей Пятидесятилетие функционирования заводов Нобелей в Петербурге Их профильные портреты Браслеты объединяются в изящное колье Украшение функциональное Скоро, возможно, у меня выйдет видеопроходка По Выборгской стороне По империи Нобелей Так что следите за анонсами Такие подарки заказывала не только императорская семья Еще в коллекции музея есть два яйца Изготовленных для Варвары Петровны Базанова кель Базановая келька Это золотопромышленница Наследница уже иркутских миллионеров Варвара Петровна была одним из поставщиков золота Карла Фаберже И даже по сметам Видно, что подарки для Варвары Петровны Всегда готовили строк Император мог подождать Это ковер-версии Да, именно С вариациями в цвете, размере и деталях Тема императорской курочки петушка Однако сюрпризом петушка Портрет Вот наведите, пожалуйста, чей там портрет Но не Варвара Петровна точно На самом деле вызывает такое Не сразу люди узнают кто-то Царевич Алексей Дело в том, что когда в 20-е годы этот шедевр оказался в Америке Ювелиры смогли заменить, чтобы продать это яйцо Выдать это яйцо за императорское И Малком Форбс купил его как императорское Здесь было выяснено, что нет Не повезло Не повезло Здесь, в этой витрине, допустим, мы бы с вами, думаю, могли бы купить пасхальные подвески стоимостью от 3 до 5 рублей Это было доступно Продавалось в магазинах Здесь самая разная тематика и материалы Такие подвески связаны с традицией Дарить девочкам на рождение цепочку и подвеску Каждую весну по подвеске Потому что барышня собиралась с коллегой Зайка Напоминающая католическую традицию праздновать пасху у католиков Акценты смещены Я как раз в образе католиков был недавно Интересно А, да, да, я видел Вот это, кстати Я тут смотрел фильм, называется «Синдикат 2» И я смотрю, короче, какие-то очень знакомые Я просто, ну, я столяр по первому образованию И я запомнил вот это все И я, короче, вам сейчас тут просто подставлю скрин Реально снималась вот здесь В этом здании Тут стоит якорь Савенков Ну, я имею в виду актер, который играет героя Савенкова Золотая гостиная Золотая гостиная служила парадной столовой во время приемов Тоже геральдические знаки Нарышкина А вот здесь как раз Нарышкинские львы И атрибут их герба Здесь мы с вами увидим кабинетские подарки Кабинетские подарки От слова «кабинет Его Величества» официальные подарки Императорские подарки, да, по случаю различных государственных торжеств Чаще всего это были табакерки Табакерки Подарки различались между собой по статусу Самыми ценными были те подарки, которые украшены портретом императора Я нашел то, что мне надо Я сейчас просто ношу корректирующую капу во рту И у меня есть, мне нужен футляр Отлично вот это мне подходит Это почем? Это нужно, да, узнать Узнать, пожалуйста Я постараюсь, да Горный хрусталь Готов прикупить Ну вот здесь витрина Обжиды фантазии Мимо витрины Это никак нельзя пройти Это, наверное, из моих любимых витрин Фантазийные предметы Драгоценные безделушки Не имеющие никакого утилитарного значения Конечно Анютины глазки, да, по-русски А по-французски Все же подарки со смыслом Не просто цветочек, да Анютины глазки на французском языке Это будет для Мысль Это цветок-мысль То есть, допустим, молодой человек, мужчина Подарив Анютины глазки Это как знак Вспомни обо мне Подумай обо мне Этот цветочек же никогда не завянет Думай обо мне всегда Горный хрусталь Листочки вырезаны из нефрита А корзинка с ландышами, да? Корзинка с ландышами, да Тоже вот такое вот декоративное Предмет коллекционирования О, я нашел Вот, мне нравится вот это Свинья-спичечница Вы курите? Нет, я не курю Два отделения для спичек Новых используемых, да Вот такой вот предмет для табакокурения Функциональный Это уже не просто Очень прекрасно функциональная вещь Замовары Масляные зажигалки Пепельницы С изображением карточных мастей То есть тут много и было И вещиц функциональных Нефритовое яблочко Емкость для воды либо клея Черенок поднимается Там внутри кисточка, чтобы смачивать марки Нет Незаменимая вещь Незаменимая вещь Ну, конечно Вот леечка тоже Какое значение она имела? Попробуйте Ну, конечно, тут Это тоже часть письменного набора Чернила туда тяжело, наверное, залить Туда помещали мелкий, как пудра, песок, чтобы сушить чернила Номер 10 Рядом флакончик для духов Сова Два вида нефрита Это печать Реликварий Бумбуньерка Французской бумбуньер Конфетница Бум-бум, конфета Конфетница является и кресло У кресла отодвигается дно Туда можно спрятать маленькие конфетки Либо украшения Да, вот такие вот вещицы В наше время, я думал, тогда что-то другое бы прятали Я подумал Голобульдога тоже был бандит Между прочим, один из Шуваловых был морфинист Вот один из последних владельцев по воспоминаниям У него была несчастная судьба с женой нелады Ну, таких вот это было очень часто, да Счастливых людей Даже-то очень сложно найти было в высшем свете Ему бы пригодилась эта кресла цена Ну, оно даже большое есть, поменьше Вот порт-шесть, обратите В нем порт-шесть Вот эти крючки Это куши Это такие французские слова Порт-шесть 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 Это стул Порт-шесть Это носить Крючки для вязания Вот такой подарок бабушке, да? Внутрь салона помещались нитки Катушки с нитками Вот такие вот, да Фантазийные предметы, то есть, как особое тоже направление в творчестве Мы с вами пройдем по эмалям Конечно И с парадной столовой Почувствуйте разницу Ударим по эмалям В официантскую В официантскую бывшую Здесь предметы выполнены в технике Драгоценная галантерия выполнена в технике эмали гиёшей Гиёш в переводе с французского черточка У всех этих изделий Елизавета Фёдоровна Прекрасная Елизавета Фёдоровна Да, мы здесь всё видим А это у нас Сандро Сандро Ксюшечкой Бал Знаменитый костюмированный бал 1903 года В Зимнем дворце Когда они все были сфотографированы Можете загуглить Есть прекрасная девушка в Москве, которая колоризировала эти фотки И они есть в цветном исполнении Да Два предмета здесь принадлежат Царицы принадлежали Александре Фёдоровне Театральный бинокль И вот под номером 14 Я когда у гостей спрашиваю Часто видят здесь штопор Когда я говорю императрица и штопор Интересно, да? Какой же это штопор, ребята? Это просто шуруп, чтобы венчивать какой-то саморез Она когда гипроком обшивала Как бы Там саморез с алмазами, да? Нет, но она гипроком когда обшивала И вот эти пластиковые плинтуса в стиле евро ремонт Вот она этим пользовалась Это же известный факт, ну что? Это ручка от кружевного зонтика Парасоль Зонтик от солнца Парасоль Это у нас солнце Солей Солей Несесер Опять-таки Ну, французские слова никак не Несесер По-английски Самое необходимое Что было необходимо даме Здесь различные крючочки, пилочки В круглой баночке воск наносить на ногти Полисуар Полисуар Вот рядом с расческой полировать ногти Гребешок для расчески бровей и ресниц Вот крючочек, видите? Крючок Для самостоятельного зашнурования Застегивания перчаток С голыми руками Ну и мужа тактик Куда пошел? Ну так вот, да, тоже возможно Я еще гипрок не прилепил Здесь различные оттенки Цвет сиреневый, мальвовый, лиловый Мальвовый, да, называли цвет мальвовый По наименованию цветка Рамки для фотографий Футляры Барометры Как оттенок цвета Так и сам фон Различаются между собой Королевский синий Да, здесь должна быть Портрет Киркорова И песня «Цвет настроений синий» Да Королевский синий, да Самый дорогостоящий оттенок Необычный для нас сегодня предмет номер шесть Марочница Два отделения для марок по бокам В центре валик из горного хрусталя Чтобы смачивать марки Корреспонденция только письменная А вот с этой стороны, возвращаясь, вспомнив Елизавету Федоровну Её градусник Личную работу от Фаберже В оригинальном футляре Да, одноразовые маски, к сожалению, не сохранились Но говорят, что где-то они и есть Тут, кстати, вот цветовой фонарь, который Бертгард делал потом Вставлял Еще одно изделие Буквально пару слов Вот номер двадцать один Напоминающий, наверное, шкатулку Это сунет Настольный звонок для вызова прислуги Вот так ювелирные вещи Вставляли повседневную, будничную жизнь Людей прилегают руку Прохор Времени, да Хочу, то очень не знаю, чего Чаю, да Жениться бы вам говорим Коллекция дамских пряжек Палитра эмали составляла более 140 оттенков Это пряжки от шелковых поясов Вот здесь сейчас Это пример массовой продукции Понятие массовой продукции до революции Ничего не имеет общего с современным Массовая продукция, значит, изделие делалось Без предварительного заказа Для продажи в магазинах Но двух одинаковых не было Это называлось массово Это сегодня совсем другие ассоциации вызывает Покупая изделие от Фаберже Можно было быть уверенным в его уникальности Вот я все-таки С вашего позволения Фаберже, а? У тебя такой нет Я попробую, так сказать, повторить Я работаю над своим русским Тут цвета Королевский синий Семужный цвет от слова семга Я даже не знаю такого слова Все, можно Ювелиры давали цветам необычные названия Чтобы различать оценки Семужный Земляничный Мальвовый Устричный Перламутровый То есть вот эти все вот эти цвета Здесь Антугамы можно У вас великолепный русский Да, да Мне это Сейчас слышу такой комплимент в конце экскурсии Где учили русский язык, да? Дома Два минадьера Ну, конечно, сумочка бросается в глаза Она спритяна из золотых звеньев Вот Нет четких данных Сколько же она весит Это кольчуга от поцелуев От поцелуев? От нарочитых А, ну так-то да Отмахиваться Которые хотят тебя в грудь поцеловать Вот он и не дает Двадцать четыре, двадцать пять Два минадьера Минадья Это про образ дамского клатча Вот номер двадцать четыре Маленькая помада губная Ну, насколько размеры тогда были другими Броши Футляры Да, вот, кстати, для первого айфона я вижу Да, ну, маловат, возможно А, для первого, да А, для первого, да Тогда поменьше были Вполне, да Как раз в 1903 году превышал первый айфон Потом, к сожалению, были потеряны Вот здесь из-за кулей кожи сделан под спортсигар Необычный материал Вот Таким образом И здесь мы оказались в бывшем будуаре Графиня Шувалова и будуара Опять это глагола Будды Идутся Дамское пространство, где дама могла подуться Сегодня в будуаре находится коллекция Русских эмалей, современников Карла Фаберже Здесь мы с вами Есть изделия, выполненные в русском стиле Техники эмали перегородчатой И перегородчатой Я их перечислю и перегородчатая, и оконная, и выемчатая Потому что сейчас таких не техник, не мастеров Не здесь в каком-то камине был тайник у нее сделан Ну будуар здесь, камин здесь один Будуар состоящий из... Это про графини Шувалова, Бетси Шувалова Да, да, да У нее был тайник, и там она вообще ни живопись даже хранила Но потом, естественно, в 18-м году его вскрыли, нашли Ну очень часто, да Были Ну да, вот Потому что ситуация на улице Ну, дама француженка, она знает несколько слов по-русски На первый раз в Петербурге, она вся на шанты И, в общем, что-то она попросила на улице И ей на улице молодой человек какой-то помог, там покивал Потом сказал, спасибо, мужики Мне пришлось долго объяснять, что мужик это не месье Тут как бы... Тут... Нет, может быть, он наоборот разгордился Он пришел Меня француженка назвала мужиком Я мужик Точнее... Ну да Мужик Да, вот такая вот ситуация Ну, собственно, здесь, да Самые разные изделия, декоративные, функциональные Они были популярны столько, что даже в коллекции музея есть Я сейчас покажу Набор для пунша, который заказала компания Тиффани Мастерской Антипа Кузьмичева Сейчас мы с вами переместимся в эту сторону Набор для пунша в рунском стиле Чарки, украшенные русскими пословицами и поговорками Вот салфеточки Серебряные Это серебряная нить Имитационная техника Посмотрите, шкатулки Энциклопедия смеха Это картина Сама картина в Русском музее Письмо турецкому султану Эмалевые воспроизведения Такие картины Очень тонкая работа Здесь в Уэркере находилась курительная комната Мебель и люстра современные Жалко нельзя разблинуть в квартиры и показать вид оттуда Да К сожалению А вид оттуда Вид оттуда Самый Шикарный абсолютно Мы прошли с вами по основной экспозиции И я предлагаю с вами вернемся И познакомимся уже с временной выставкой Вот посмотрите Маркетри Только напольная Да Маркетри Это уже опять-таки моя душа столяра Да Самые различные породы деревья Что важно, что центр люстры всегда совпадает с центром Маркетри И опять-таки французский Французское слово Ну и возвращаемся вновь Вновь проходим через Бывшую официантскую И вернемся в золотую гостиную Сюда нет? Нет, туда Нам мы едем прямо Вот это называется Детская вакханалия Это то, что сейчас нельзя показывать Амутсменам, Милонову и всем остальным замечательным ребятам Тут происходит Ну вот оседлал козла Здесь вот он уже упал А здесь Человек Держит В руках Что-то Да Обратите меня на этот Видите, у него рожки такие Вот тоже несет Но это отсылка в Древней Греции Там все нормально Вот мне кажется Отлично Доминируй, унижай Да Сына детской вакханалии мы еще Увидим С вами В рамках сотрудничества С Испанским фундом Галас Альбадор Дали В музее сейчас открыта выставка Посвященная Творчеству Великого Каталонца Ну в отличие от выставки Московской Которая прошумела в прошлом году Сегодня мы с вами познакомимся Именно с образом Галлаева Возлюбленной Кем же была эта загадочная Женщина Русская Елена Елена Ивановна Где-то Ивановна Где-то Дмитриевна В 1894 году Родилась На момент знакомства С Сальвадором Дали Которое произошло В Париже На презентации фильма Андалузский пьес Ей было 35 Сальвадору Дали 25 лет Она 10 лет старше Она была В браке С Полем Элюаром Почему же она Галла Опять-таки Если она Елена Представлялась она Галлией На французский манер Ударение на второе слово Гяля И тут опять игра слов Потому что Гяля Это торжество Переводится в французском Торжество Праздник Вдохновившая Вдохновившего Юного каталонца Действительно После вот этой роковой встречи Они уже не расставались 53 года Всю жизнь Женщина с яйцами Она К полю Элюару Приплыла во время Первой мировой войны На теплоходе Который мог В любой момент Быть потоплен Немецкой подводной лодкой То есть И причем она была Еще Ну по-современному Очень юной Не подростком Конечно Но еще тинейджером Да И вот Здесь на фотографии Ярко Передан Сальвадор Дали Его взгляд Такой горящий Ну так получилось Что я был И Федераси И Кадакаси И писал материал об этом У меня статья называлась Дали Дали Моя звезда Я мастер в головках Слушай, на секундочку Отличемся Это ведь тоже Это вот зал танцевальный Да Это белоколонный бальный зал Да В стиле ампир День рождения Александра Второго Знаменитый Да В тридцать четвертом году Ну он тогда еще был не Александр Второго А был наследник Да Великий князь Да Полторы тысячи гостей Они посчитали, что если на каждую карету Отвести по одной минуте То это все будет длиться десять часов Они все будут приезжать Поэтому они решили Пусть по три подъезжают Но все равно четыре часа люди только приезжали И потом четыре часа люди уезжали Что вы знаете о пробках Да Это происходило здесь В зале постоянно Происходят выставки Вот наверху Где люнеты Там софиты Снимаются фильмы Но сегодня в зале выставка Слушай, ну давай по каким-то основным По каким-то основным Ну начнем с И я вот остановлюсь Первое произведение Которое Открывает выставку Образ Игола Вот в таком сюрреалистической манере Да Сюрреализм над реализм Очень много символов Здесь собрано И белка И белка Сама голова В образе медузы горгоны Тут и белка летяга Белка Моя белочка Назывался Альвадор Далису Возлюбленную За ее способность сделать накопление Моя оливка Оливец Оливочка За правильный вал лица И за зеленоватый оттенок Лица Нездоровый И вот самые разные здесь символы Кузнечики Это его детские страхи От которого она спасла Эта миниатюра Так, на другую тему Была куплена на аукционе в 2009 году За 540 тысяч долларов Ну так просто Информация Экономическое образование По сравнению с англогом Копье Копье Да В жанре миниатюры Ну да, как живопись Адалияна Провокационная Здесь фигура И драпировка на фоне пейзажа Тоже разные можно искать символы Вот облака тут Облака Да Облака Афаллический символ Символ жизни Побеждающий смерть Вот здесь вот Кипарис Вообще почитать дневник Дали Он там На принципе и какашку очень любил описывать Ну так-то Да Но Дали вошел в историю так же Как Он стал у истоков то, что мы сегодня называем поп-артом Он не только художник Он и график, и скульптор И вот я хочу вам показать Одно произведение Которое было Таким, я скажу Прорывным, очень креативным Собственно и сегодня Женщина с бабочкой Ну, сегодня мы можем видеть просто инсталляцию Женщина с бабочкой На самом деле это фрагмент Фрагмент инсталляции Которая подразумевала собой Выглядела как тоннель Дали нужно было проиллюстрировать Действие психотропного успокоительного препарата Как это проиллюстрировать В начале тоннеля Мы бы с вами Попадали в окружение Темных мрачных фигур По Аллегории страха Ужаса По мере движения Фигуры становились бы плавнее И света Мягче И в конце Женщина с бабочкой Бабочка Как символ перерождения Человеческая душа То есть идея в чем В начале плохо все А потом бабочки полетели Принял препарат И вот так вот То есть да Все это сопровождалось Выступлением живых артистов То есть в плане креативности Это было очень таким Ярким явлением Картина под названием Ле отходняк Ну да Сам препарат Препарат Пришлось конечно Запретить По понятным причинам Странно Ну да Призывал зависимость Ну вот Как сказать Каноническое Да Эта картина впервые Покинула Фигерес Галорина Здесь Почему Галорина Здесь отсылка идет На Форнарину Возлюбленную Рафаэля Санти То есть у Сальвадор Дали В своем творчестве Часто обращался И перефразировал Классическое искусство Но на свой лад То есть у Сальвадора У Рафаэля Форнарино У Сальвадора Галорина Вот так вот Знаменитый браслет 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 фирмы Фаберже Да Да Он был украден Со многими другими Украшениями Ну здесь такая Властная такая Ну все-таки Женщина сильная Одни Сохранились немного Сведений Но писали Что она держала себя Всех на расстоянии Несколько высокомерно Очень сдержанно Ты знаешь Я был в замке Пуболь Который он ей подарил И мне там рассказывали Что на самом деле Вот ее служанки Они говорили вообще Обратную вещь Вот как вот интересно Сказать Что она им там Иногда свои деньги раздавала Что она вообще была там Такая ласковая Заботливая Ну вот она видать Как бы может быть у нее Маска такая была То есть она ее нацепляла Специально Потому что она же еще и Талантливый менеджер была Дали Арт-менеджер Да и топ-менеджер Все деньги шли через нее Все Дали Он чисто так это Красочки помазюкать там На винишко Ну в какой-то момент Даже ее обвиняют В том что она эксплуатировала Дали Потому что для нее Свободное время Ассоциировалось уже С потери заработка Да Что Поиск Выгодных клиентов Престижных галерей Коллекционеров Это все было ее Но с другой стороны Не было бы ее Не было бы Дали Да вот именно И он в своем творчестве Это очень часто подчеркивает И даже многие картины Подписаны Гала Гала Дали Да Даже вот здесь на выставке Центральное произведение Вот не знаю Это может сразу Ютуб не пропустить Не пропускает Да Атомное ле Да Перефраз античного мифа О Зевсе И Леди Спартанской царице Которая с гусями Серьезно? Да С гусями? Здесь Леда Спартанская царица Которую соблазнил Зевс Превратившись в лебедя И вот здесь Лебедь Он же Дали Он же Зевс О гусях Да Гусь Лебеди Не товарищ Гусь Лебеди Не товарищ Да Ну да Это разные птицы И вот Здесь образ Гала Матери Жены Царица Леда Воседает здесь На троне По мифу От союза Зевса и Леда Родилось трое детей Кастр Полукс и Елена Прекрасная Гала На самом деле Ее имя Елена Опять таки Вот этот мотив Ну вот Кастер и Полукс у нас Как раз Здесь Возле Манежа Раньше они стояли на здании Немецкого посольства Но его оттуда Их оттуда Скинули Бравые люди Я придумал обложку для этого Видео Специально для Ютуба Вот так А вот так вот И снималась В общем Эфиры Все так и снимают В общем-то Вчера буквально Мне пришло Какое-то уведомление Что они чуть-чуть Как-то ослабили политику По поводу Какого-то шокирующего И жесткого контента Я не знаю Но у меня Да Мне пару раз Забанили сиськи Ну вот Я пытался Публиковать картину Спящую Французскую Которая В пяти поле Демонстрируется Это считается Одно из первых изображений Лесбиянок Вот Это тот же самый художник Который Преисхождение мира написал Так где это Вагина Такая представленная Ну так-то да Ну посмотрим Период атомного мистицизма Как сам Дали называется Вот это самое Явление открытия атома Очень сильно на него повлияло И в своем творчестве Тоже Отражается в его технике Портрет Галак Кто-то должен рассматриваться На расстоянии То есть он единый Но он состоит Тоже как бы из атомов Между которыми пустота Дали в своем творчестве Пытался Компилировать Научные идеи Философские Религиозные Опять-таки образ Галатеи Здесь мифологического персонажа Вот здесь можем зайти Буквально на секунду Здесь На две минуты фильм У меня было откровение Вот эта картина Я вообще не представлял Ну да Умаж К классическому искусству Опять-таки предмет Зеркало Зеркало Как взгляд Зазеркалье В потусторонний мир Зеркало Зеркало меняет Наш трехмерное пространство Думерное И вот этот поиск Поиск третьего измерения Поиск не третьего Следующего измерения Поиск вечной жизни Вот здесь Когда Дали начинает волновать Эти вопросы Вот здесь на фильме Сюрреалистический ужин Сальвадора Дали Вот такие мероприятия Имели место быть Вот в Америке Когда они же Восемь лет Прожили в Штатах Что касается Что сегодня мы называем Американская мечта Вот в полной мере Она сбылась у Сальвадора Дали Именно ведь Триумф его состоялся В США Журналисты любили Такие вечера Описывать Комментировать Это всегда То есть здесь шок Эпатаж Провокация Этим он Так сказать И стал Сделал себя Попыкором Сейчас хорошая Жабарь Увидеть Услышать На таком Вечере Можно было Абсолютно что угодно Типичная вечеринка Новокурский в девятнадцатом Ну Ну да Тебе ничего не меняется В целом Ничего не меняется На И вот мы с вами сейчас Покинем Белоколунный зал Вот отсюда он хорошо Можно Разбереть Потолок Полотолочную роспись В какой же технике Потолок Неужели опять французское слово Да конечно же Грызая Кудашка Мы не можем без этого Грызая Грызая Это наш Петербург В ноябре Грызая везде И мне кажется Круглый год Серость 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 Да Скала позируется Главная модель Помогает Вот Между прочим Любимая картина Федора Михайловича Достоевского Да Ему специально ее Привезли копию Стоило это очень дорого Да Та самая фотография С Кастурой писала Дали писал Картину Галорина Он часто писал с фотографии Он экспериментировал в самых разных техниках Вот фортепианный зал Тотого замка Пуболь Здесь она уже в годах Ну как испанцы говорили Настоящая русская женщина Да С силой характера Насколько она русская Ну да Она русская Родилась она в Казани Нет Она русская Она русская Да Конечно Да Она рано уехала От сюда Да Интерес у нее потом Интерес не обнаружен Вот это кстати Внутренний дворик же Ну это патио Да Вот Видна галерея Сделанная Сюда угодила бомба во время Великой Отечественной войны Две Одна сжигалка, которая все сожгла в черты бабушки А вторая фугасная, которая все разнесла Здесь стереоскопические картины Сальвадора Дали То есть он экспериментирует с трехмерным изображением То есть по сути стоит у истоков 3D изображения Мы видим две картины, но они различаются между собой тональностью Здесь изображена Венера И в правом верхнем углу рука Дали, которая держит золотое руно А все это на фоне пейзажа классицистического Клода Лорена То есть опять-таки такой умаж произведения Клода Лорена Эффект в том, что если правильно выбрать ракурс рительный и вводить карандаш Изображения сольются в единое То есть вот 3D очки И вот здесь у нас есть такая инсталляция По сути 3D очки Сальвадор Дали опережает свое время И вот работает в таких вот техниках Сам зал, когда-то здесь был музеум Шуваловых В этом зале отсутствуют окна Опять-таки световые окна с потолка От подлинной отделки здесь сохранился рельеф, монтированный в стену И опять-таки камин с изображением сцены детского канала Здесь библейские все эти мотивы, благовещение Голландский рельеф, голландская работа по 17 веку Сколько пережил лихолетий дворец, рельеф сохранился Личные вещи Голла, карты Таро Что мне здесь поразило, это карты Таро Карты Таро почему поразило? Да, она увлекалась, она предсказала Да, увлекалась Я даже сфотографировал, послал там одной своей знакомой Которая тоже этим увлекалась Не на вами так смотреть Прекрасная Я придумал новое слово, фаворитки Да, фаворитки Да, карты Таро Голла Она ими тоже увлекалась Она даже предсказывала много событий Предсказала, в частности, смерти отца Обвинять ее в колдовстве испанцы Я слышала, что испанцы сказали Она заколдовала Сальвадору Дали Это уж слишком, наверное Голла любила стиль Кристиана Диор Она дружила с Куко Шанель Вот здесь ее личные вещи Шляпка, бантик Сумочка, вышитая серебряной нитью Таким вот образом Прикиньте, раньше вот такими иглами Это все крепилось И когда были большие штабы, иглы были Размером Да, вам даже запрещали В конку заходить, чтобы они там Глаза не повытыкали Да Ну, если уж сравнивать с париками С париками еще сложнее было ходить Опять-таки Здесь еще все хуже Здесь уже финальная, мне кажется, стадия Вот Мальчик уже, мне кажется А этот, видите А этот уже в образе, так сказать Причем, обратите Римский салют То, что потом стало фашистским приветствием Да Рельеф Работа французских мастеров Группа Ленинград выступает Группа Ленинград Да Здесь эксперименты Вот в стиле импрессионист Да, все Эскиз к плафону Сам плафон Имеет площадь 67 квадратных метров Да, плафон Фигерасия То есть Ну что, музей Фигерасия Это столько музея, столько, реально, как Диснейленд Приходишь, там аж автомобили И еще что-то стоит По фасаду Я думал, что это какашки Мне потом объяснили, что это хлеб Были, как какашки, реально Да Ампурданское небо Долина Ампурдан Которую поэты назвали дворцом ветра Из-за ветра Трамонтана Который там дует Тоже перспектива Сюжет Здесь можно увидеть и смену суток Смену времен года Опять-таки Дали и Гала Их идея парности Здесь они тоже вместе В нижней части И Дали он провокационен В своем творчестве Опять-таки Выглядывает в центральной части Гала В таком жести благословляющем Конечно Потолочная роспись Должна выглядеть Весьма выглядит эффектно Все еще представить, что это работа маслом Логично перейти сюда Последняя картина Написанная при жизни Гала Гала созерцает Появление принца Бальтазара Карлоса Здесь такая идет уже Аллюзия на произведение Веласкеса Принц Бальтазар Карлос Испанский наследний принц Который умер В 17-летнем возрасте Не оставив наследников И это Вызвало Династический кризис И как чувствуешь Кризис личный Предчувствую Свою личную трагедию Возможно Так вот Ощущение Близкой Утраты Здесь Гала Дали Опять-таки Картина Подчеркивает Двуединство Творческой личности То есть Гала Они вместе Везде Последний зал экспозиции Сам зал Бывшая малая столовая Шуваловская Домашняя столовая Мне вот эти вот Иллюстрации Очень понравились Иллюстрации Типичные Дали Только В графике Да Это Иллюстрации К произведениям Песни Мальдорора Мрачные произведения Где описываются Круги ада И все что там с человеком Происходит Все вот эти деформации Далее Иллюстратор Пишет Так же Иллюстрации Это Мне кажется Отлично Предчувствие Гражданской войны У него есть Прямо Веяния эпохи Здесь в этой части Опять-таки Образы Гала То есть Повторение своих же картин Но уже в технике В другой Гала и ребрышки На плече Когда Дали спросили Ну как-то прокомментировать Гала с ребрышками Сохраняющим равновесие Он объяснил Я люблю гала Я люблю ребрышки Игненка Почему бы не изобразить их вместе В духе стереализма Вполне Емкое Достаточное объяснение Ты так же прекрасна Как Обченые ребрышки Игненка Лучший компонент Мотив Мотив поглощения Наверное Одно из самых известных Картин Сальвадора Дали Это Мягкие часы Их уже несколько было Названия разные Здесь есть рисунок В графике Тоже с этой темой Как писал сам Дали Однажды Когда он ждал Гала Стояла невыносимая жара И он почувствовал Что время плавится И в этот момент Он увидел кусок сыра Который плавится на столе И у него возникла Эта идея мягких часов Опять-таки От таких В неочевидной форме Можно уйти далеко В метафизику Рассуждая Что время оно неравномерно Может плавится И сжиматься А потом это стало масс-маркетом Да Да Это уже было потом Это последний зал И мы с вами уже спускаемся На выход Один из таких Из ярких Ну если возвращаться К теме масс-маркета То что допустим Сохранилось и сегодня В памяти Вот эти вот И усы его Да Реклама шоколада Когда он кусает Я схожу с ума От этого шоколада И у него завиваются Усы Также Сальвадор Дали Автор дизайна Конфеты Чупа-чупс Идея в том Чтобы не рвалась Вот на деле Яне между прочим Да Кружок Сюрреалистов Вот это Монпарна Все знаменитые Фотка Здесь Это как раз Когда Пикассо Переехал С Бато Лавар С Монмартра Ну что ж Таким По-русски Говорим Монмартра Ну так Так оно и произносится Да Пикассо С своими Приятелями И художниками Сейчас мы с вами уже Выдержали Здесь Экспозиция Оказались В кафе Собственно Сделаем Круг Вот эта картина Конечно Инсталляция Всегда Представайте Такие крючки Да Крючки работы Фаберже Допустим Возможность почувствовать себя В картине Туда же есть шары Чтобы поиграть С Галатеи сфер Образ Галатеи сфер Можно прям туда зайти Внутрь Я наверное неправильно их держу Сюда можно? Да, можно зайти Обойти Ну так Тоже в духе Красные шары Очень сюрреалистично Очень сюрреалистично Да Хотя в наше время Даже и не очень Даже Пауше Мы с вами вновь возвращаемся К парадной лестнице Шуваловского дворца Да Ну вуаля Ну и вуаля Так Ну я думаю, что с Жаклиной Мы еще встретимся Потому что мне бы очень хотелось Как она Чтобы она рассказала Как она жила тут в 90-х Прекрасных годах Будучи Ля Белли Пок Ля Белли Пок Ви 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 Мы называем это Святые 90-е Святые Да, да, да Значит Да Я думаю, что мы Об этом сделаем отдельный выпуск Сейчас мы на секунду Прервемся Потому что традиционно У меня есть что вам сказать За кадром Последняя экскурсия в Москве Состоится вот уже сейчас 2-го, 4-го декабря Как обычно В четверг и в пятницу вечером В субботу Две днем Желающие приобрести Остросоциальный Роман Корень Путеводитель по Невскому проспекту И книжку О пиаре во время Русско-японской войны Могут проследовать на сайт Либо приобрести их После экскурсии С автографом автора В Петербурге Экскурсии закончились Возможно проведу Парочку перед самым Новым годом И скоро появятся анонсы Туров на новогодние праздники Следите на сайте Ссылка на него есть внизу Ну на этом все Приходите сюда На эти замечательные выставки Может быть вам повезет И вы попадете К такому дивному экскурсоводу Оставляйте комментарии Увидимся Пока